ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 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 проданы на все игры. Мы ожидаем большую, конечно, волну туристов. И готовность к гостинично-ресторанному комплексу, она, конечно, очень важна, потому что это лицо города. Изучают на семинарах форума тур притяжения и особенности культур и обычаев разных стран. Нужно объяснить нашим сотрудникам, что если их пытаются похлопать по плечу, то это достаточно дружественный жест. И не нужно отстраняться, а всего лишь нужно правильно выразить свое почтение, приложив руку к сердцу или правильным кивком головы, давая понять гостю, что мы его внимательно слушаем, даже если не понимаем его бразильскую речь или мексиканскую речь. Мы с удовольствием должны встречать любого гостя, и мы должны правильно разбираться, когда у гостя проблема, и вовремя решить эту проблему. Для этого как раз и такое обучение, как тур притяжения, оно и организовывается. И я приветствую, это прекрасный пример для многих регионов, кто еще не успел подготовить своих сотрудников именно к приему такого большого количества иностранных гостей, которого не было, наверное, с Московской Олимпиады. Отельеры и рестораторы придерживаются трех обязательных правил ведения бизнеса во время чемпионата мира по футболу. Прежде всего, это приветствие, которое должно в доброжелательной форме быть. Конечно же, это сервис, который заключается в деталях технологии работы, и безопасность, без которой невозможен ни один бизнес. Безопасность для гостей прежде всего, безопасность для владельцев и безопасность для сотрудников. Например, уборка номеров в гостиницах будет ежедневная, а еще дополнительно и по требованию посетителей. Поддержание высоких стандартов санитарно-эпидемиологических требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, и, допустим, тот же момент дезинфекции, который обязателен при уборке, при обслуживании на кухне, должны сотрудники это делать уже на автомате, потому что как раз в обеззараживании, и тот смысл чистоты, чистота спасет мир, чистота – залог здоровья. Шик и блеск навели к чемпионату мира по футболу владельцы туристического бизнеса Самарской области и Самары в своей отрасли. За несколько лет подготовки рестораторы-отельеры привели в порядок и фасады, и интерьеры своих заведений. Руководители с гордостью делятся своими достижениями. Поменяли серьезный мягкий инвентарь, то есть поменяли фактически полотенца, постельное белье, матрасы. Также сделали полностью косметический ремонт гостиницы. У нас маленький отель, 25 номеров. Из них, в принципе, есть все категории, и высшие категории, и первые категории, и пятые категории. То есть мы отель двух звезд. Это аккредитованный уже дважды отель, и тем более он на рынке уже существует более 160 лет. Это самый старейший оператор города Самара. То есть именно он был создан профильным, это бывший доходный дом Мещанина-Пономарева. К чемпионату мира по футболу готовятся не только старинные и вновь построенные гостиницы, но и заведения общепита, санатории, базы отдыха и хостелы. Если говорить про выполнение этих обязательных требований, которые государство предъявляет к сервисным размещениям, то готовы практически все, потому что все прошли классификацию. Это обязательное требование. Каждый получил категорию свою от без звезд до пяти звезд. Четыре года подряд турпритяжения консолидируют как директоров, топ-менеджеров, так и рядовых сотрудников гостиниц и ресторанов. Пятый форум собрал более 500 профессионалов. Два дня проходили мастер-классы и семинары ведущих российских специалистов. Гости из Казани и Москвы делились опытом, как поднять турбизнес на новый международный уровень. Администрация городского округа Самара поддерживала это мероприятие. Если бы не эта поддержка, общественная организация не могла бы в таком объеме и таких удивительных экспертов привозить. То есть это было бы просто невозможно. Привозили сюда в течение этих четырех лет самых лучших спикеров. Это реально звезды гостеприимства Российской Федерации. Поэтому тот, кто хотел, тот нашел эту информацию и прокачал себя и свой персонал. По мнению специалистов туристической индустрии, Самара стала очень привлекательной для путешественников. И не только набережной, и самой большой площадью в Европе – площадью Куйбышева, где во время чемпионата мира будет располагаться фан-зона. Перед непосредственно началом чемпионата мира именно за три недели самое правильное время освежить те необходимые моменты, о которых и рядовые сотрудники, и руководители, как служб, так и отелей и гостиниц обязаны помнить и в течение всего чемпионата мира быть готовыми к разрешению любых не только конфликтных ситуаций, но и даже таких моментов, как бурное празднование побед каких-то команд, которые выиграют. В успехе самарского гостеприимства во время чемпионата мира по футболу никто из ательеров и рестораторов пятого форума «Тур притяжения» не сомневается. Используя опыт других городов, большое желание как Самарской области, так и города Самары сделать город лучше и привлекательнее, я думаю, если у нас будут открыты, сделаны такие музеи, улицы специальные, маленькие, потому что в Самаре есть чем гордиться, с прекрасной историей, это необыкновенно. После того, как закончатся футбольные баталии и стихнут фанфары победителю, лучшие официанты и горничные, менеджеры и администраторы получат уже свои кубки за достижения в самарском гостеприимстве. Нет предела совершенства, хочется сказать. Конечно, есть всегда куда расти, есть всегда, когда чему-то учиться. Но вот то, что я вижу здесь в Самаре, здесь люди очень активно ведут подготовку, очень переживают, естественно, да, но уже проделан достаточно большой объем работы, мы покажем хороший сервис, да, я думаю, все будут очень довольны. А пока всю туристическую отрасль Самарской области ждет своеобразный госэкзамен. Роспотребнадзор за неделю до старта чемпионата мира еще раз проверит все точки общепита и размещения гостей соревнований. Те предприятия турбизнеса, которые не пройдут проверку, будут закрыты. Хотя еще есть время исправить все недостатки. Мы планировали конкурс лучший в профессии, причем этот конкурс, он идет с подачи Ростуризма, но мы в этом году решили сделать уже после чемпионата осенью, в первых месяцах осени, для того, чтобы вот подытожить ту работу, которую мы провели при подготовке. Видеозаписи всех семинаров тура «Притяжение» по электронной почте получили все гостиницы и рестораны Самары и Самарской области. Редактор субтитров А.Семкин